Всем привет! Вы на канале Красковый Сервис и в этом видео у нас очередная разблокировка телефона фирмы Xiaomi. На этот раз у нас наставляет телефон Redmi S2. Так телефончик у нас выглядит. Давайте посмотрим, что у нас на экране. Как видим, телефон у нас действительно заблокирован, продолжить мы не можем. Для разблокировки нам потребуется обязательно подключение к сети интернет, будь то Wi-Fi, либо SIM-карта, абсолютно без разницы. Что мы делаем? Доходим до вот этого пункта, где видим надпись подтверждения аккаунта. Нажимаем на поле, зажимаем глобус и выбираем языковые настройки. Далее, добавить клавиатуру, спускаемся чуть ниже и ищем любой язык, у которого есть стрелка вправо. То есть, к примеру, азербайджанский. Нажимаем на него и в правом верхнем углу видим троеточие. Троеточие, справка, отзыв. Нас перебрасывают на такое окно. Здесь мы выбираем второй пункт функции Switch Access для Android. Нас перебрасывают на следующую страницу и здесь мы видим видео. Один раз нажимаем по значку Play и второй раз нажимаем на название видео. Не попал. О, попал. Он нас перебрасывает в YouTube. Данное видео нам не нужно и мы его закрываем. Далее, правый верхний угол, видим человечка, нажимаем, выбираем в правом нижнем углу условия использования. Он нам предлагает любой браузер, мы выберем в Chrome. И он нас перебрасывает сразу в браузер. Далее, пишем адрес моего сайта. Можно написать просто Красково и он выдаст первые ссылки Красково сервис. В первом пункте выдачи нажимаем на главную страницу сайта. Далее, на стрелочку. Переходим во вкладку файлы. И здесь нам потребуется непосредственно скачать два приложения. Первое, это для версии Android 8.9 Google Account Manager. И приложение для быстрого доступа к аккаунтам, это FRP Bipass. Нажимаем на звание и выбираем сохранить данные по ссылке. Скачать. Окей. Ждем загрузки. Данное приложение необходимо будет после загрузки установить. Видим кнопочку открыть. Выбираем установить. И ждем завершения установки. Он перебрасывает на проверку, но это не страшно. Ждем. После чего нажимаем стрелочку назад. И скачиваем второе приложение FRP Bipass. Сохранить данные по ссылке. Окей. Также это приложение необходимо установить. Открыть. Установить. Ждем проверки. И это приложение нам уже нужно открыть. По данному, такое вот меню, в правом верхнем углу видим троеточие. Вход в браузер. Окей. И уже на этом этапе нам необходимо ввести реально существующую учетную запись. Открыть. Соответственно, вы знаете логин и пароль. Я буду вводить тестовую свою запись. Тестик. Семь. Собака. Немал. Точка. Комп. Несмотря на то, что это учетная запись тестовая, пароль по понятным причинам я вам показывать не буду. Выводить свой пароль, и я ввожу свой. После того, как мы ввели пароль. Нажимаем кнопочку далее. Ждем прогрузки. И на этот момент перезапускаем телефон. Перезагрузка. Перезагрузить. То есть, грубо говоря, на этом наша разблокировка закончена. Данный телефон побежден без каких-либо серьезных усилий. Также, пока телефон у нас загружается, кому данное видео помогло, обязательно подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и оставляем свои комментарии. Если по каким-то причинам у вас что-то не получилось, также пишите в комментарии, и я с удовольствием вам помогу. Ну а пока ждем загрузки устройства. Загрузка у нас долго не заставила нас ждать. Ждем прогрузку экрана. Здесь нажимаем пропустить. Стрелочка. То есть, мы выполняем простую настройку устройства. И нам необходима одна надпись, где будет написано «Аккаунт добавлен». И тогда это точно уже будет финиш. Не копировать. И как видим, вот наша долгожданная надпись «Аккаунт добавлен». И телефон действительно уже разблокирован. И им сейчас теоретически можно будет полноценно пользоваться. В моем случае устройство у меня клиентское. И я свою учетную запись сейчас удалю. То есть, если телефон ваш, то вы можете ничего не удаляя, не сбрасывая, спокойно им пользоваться. Сейчас мы активируем его. Нет, спасибо. Ждем какое-то время, пока аппарат включится полностью. Пропустить. Пропустить. Поэтому пока добавлять ничего не будем. Классическая. Классика. Ну, вот все. Приложения нам пока тоже не нужны. Настройка завершена. Подождем какое-то время. У нас выйдет на рабочий стол. И, вуаля. Телефон на рабочем столе. Никаких данных он не требует. Не считая того, что в настройках также есть учетная запись, которую мы вводили. Соответственно, вот тестовая моя учетная запись. Видите? 1377. Ее, соответственно, я просто удалю. Удалить аккаунт. И телефон полностью чистый. Давайте посмотрим сейчас быструю информацию об устройстве. Чуть-чуть он подлагивает. Только запустился. Вот так. Назад. Назад. О телефоне. И, как видим, телефон у нас Redmi S2. MIUI 1202. Версия Android 9. Я думаю, это заслуживает лайка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok